Я думаю, господин Усатый находится в очень сложном положении. С одной стороны, он получил свой политический капитал, жестко критикуя Дадона, говоря о борьбе с Дадоном, и делая это в очень своеобразной форме, только ему присущий. А с другой стороны, он хочет получить политические дивиденды, и это логично, он занимается политиком, борется за власть, и ему нужны досрочные парламентские выборы. Вообще-то не только ему нужны. Как можно скорее на фоне этого результата попасть в парламент? Если вы помните, с 24 февраля 2019 года, когда были организованы самые коррумпированные выборы в нашей стране, я и многие другие мои коллеги, а также политики из разных политических партий говорили о том, что необходимо перезапустить государство, нужно очистить парламент от перебежчиков и от этих людей очень низкого качества и так далее. То есть то, что он в принципе требует, это требование резонирует с общей логикой и большинством населения. Все устали от этого парламента, это реально стыдобо, а не парламент. Вопрос в том, и здесь Майя Санду полностью согласна, я думаю, с Ренатом Усатом. В чем противоречие, думаю, Майя Санду, мне так кажется, между Майей Санду и Ренатом Усатом, это как это сделать. Потому что есть Конституция. И Конституция четко предусматривает те ситуации, в которых можно распустить парламент. Три месяца нефункциональный парламент, и невозможность назначить правительство в течение 40 лет. Или два раза мы не можем избрать премьера. Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию реалистично. Господин Усатый говорит о том, что есть вторая статья Конституции, которая прописывает, что суверенитет принадлежит народу и так далее. Я прямо обязательно хочу именно об этом поговорить с вами, как с юристами, потому что вы все трое юристов. И господин Усатый считает, что президент, имея народную поддержку, может взять на себя такое обязательство, вроде как бы в духе Конституции, но противореча букве Конституции, принять декрет, подписать декрет о распуске парламента. Что, в принципе, согласно Конституции, не входит в компетенции президента. Так как та же Конституция говорит, как мы уже сегодня отмечали, очень четко говорит, на каких основаниях распускается парламент. То есть у господина Усатого есть более романтическая версия. Вольная интерпретация Конституции. Вольная интерпретация Конституции. Вот вы очень правильно поставили, может, я не совсем точно выразился. Теперь никакого, по сути, противоречия между ними нет, но есть вопрос конкретики. Как это сделать? Господин Усатый говорит, что он выведет людей на улицу, и он посредством давления улицы будет требовать у этого парламента принятия решений в той или иной форме о распуске парламента и организации досрочных выборов. Ну, что есть, в принципе, сценарий. Это сценарий. Это реалистичность. Это должна быть либо одна форма, либо другая. Это один из двух вариантов. Это сценарий ничем не отличается от 15-го, 16-го, 17-го, 17-го года, когда люди выходили на улицы и выдвигали свои требования власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова